здравствуйте друзья зачитываю вопрос как водится здравствуйте михаил расскажите об особенностях работы в американских айти компаниях в плане движения сотрудников по карьерной запятая зарплатной лестнице меня зовут андрей мне 24 года я из украины работаю в филиале глобальной айти фирмы более двух лет молодец менеджер тоже молодец работа мне нравится точнее нравилось один год я занимался сначала одним делом затем нарастал список обязанностей объем работы я был постоянно загружен даже перегружен в итоге уходил домой осознавая что проделал сегодня большой объем работы чему-то научился счастливый человек на второй год я уже чувствую себя профессионалом в этом профиле ой ты е-мое это плохое чувство наш отдел из двух человек разросся до пяти дали помощника потом мой шеф ушел в другой отдел но юридически шефом и остался хорошо меня разгрузили по большей мере сейчас занимаюсь трабл шутингом менеджер стало как-то пресно пресно скучно каждый день одно и то же я перестал расти профессионально но зато уже не занимаюсь долгой рутинной работой но и повышение роста зарплаты больше года уже нет а с чего те повышение зарплаты вот хорошо занимался год рос конечно а тут чего вышибли парня конечно смотря на параллельный индийский офис у них какое-то постоянное движение индийские коллеги уже успели хорошо подняться а у нас тишина непонятны перспективы нет былых митингов с руководством наш топ-менеджмент в калифорнии как будто нас слэш меня забросили найти другую работу уверен что зарплата будет намного ниже текущей не будет таких бенефитов условий короче говоря я вроде как и доволен а глубоко в душе нет хотел бы попробовать перевестись в офис штата но из-за того что непонятно кто мой менеджер мой нам нами не занимается тупик наконец вопрос как налажен процесс ведения сотрудников сша ступени карьерного роста там ведь должно быть упорядочено или где как и посоветуете что мне делать но но давайте уж не знаю что получится но попробуй у нас друзья дождичек сегодня я думаю вам нравится а то у нас редко дождичек солнышко солнышко поэтому дождичек это праздник ну и вопрос тоже хороший молодого человека и я думаю что это вопрос которых как который многих беспокоит ситуация не уникальная больше того даже если мы немножко формулировать изменим вопроса то он будет применим в там на порядок большем количестве ситуаций потому смотрите что происходит у него с одной стороны тупик с другой стороны ему там намазали там маслица на бутерброд там даже там пару крупинок икорки бросили да то есть клетка золотая оказалась и вроде и и бросить жалко и и вроде и не растешь значит я когда-то делал такой цикл возрастной называлась путевка в жизнь вот у нас есть плейлист такой путевка в жизнь если вы посмотрите там поможет что ли 7 видео для людей разных возрастов вот как я понимаю им надо строить как бы жить там началось с кого-то там в одном возрасте под я написал потом готов вот я в таком возрасте я в другом возрасте и получилось что мы так вот сделали такой полный цикл так вот возвращаясь к этой тематике значит что я хочу сказать что 24 года это некоторый аванс данные вам природы аванс потому что там получки может не состояться понимаете если вы этот аванс как бы не отработаете и 24 года не бывает жизни там пять раз или десять вот есть один раз 24 года потом уже будет больше потом быть когда-то 34 44 54 64 понимаете поэтому смотреть как здорово получалось первый год то есть 22 года человеку между 22 и 23 он работает в международной компании он видит структурированную организацию понимать это очень важно а поработать когда-то в структурированном бизнесе в хорошем структурированном вот не там где три человека работает там папа мама и сынок а вот такую настоящую знаете это не обязательно всю жизнь таком работать абсолютно но но видеть как функционирует вообще представьте себе тысячи людей со своими там у них там как какой-то иго у них там и какие-то цели и и хорошие люди и плохие и и скандалисты и склочники и нормальные специалисты это и вся эта махина которая казалось бы должна была бы развалиться к чертой матери работы машина вот я еду машине работает а там десятки тысяч может быть сотни тысяч человек задействовать она работает это же потрясающе все понимаете поэтому я к чему рассказываю что есть на что посмотреть да и он хорошо работал и я хочу сказать а чё не поработать пока молодой-то пах машина здоровья потом-то сложнее будет вот я могу сказать по себе что допустим в 30 лет я очень остро ощущал разницу между своей работоспособностью в мир в 30 и допустим в 24 в 25 вы себе не писаете насколько остро ощущал уже не не можешь понимаете поэтому вот это аванс и надо его то задействовать использовать там и так далее значит теперь почему мы уперлись но молодой человек да уперся в эту проблему и не не знаю чуть переделать ему совет нужен потому что он не смотрит на неё с позиции таких как бы долгосрочных а вот он сию минут но уперся поэтому мы посмотрим андрей его завода вот почему андрей так потому что он смотрит сегодня сегодня у него бенефит и сегодня он если уйдет другую компанию у него будет какое-то понижение в зарплате а а что он выиграет непонятно сегодня он думает может быть можно как-то перевестись но вроде начальник там туда-сюда я не знаю что он за менеджер такой что он там трэблшутингом занимает я вообще не понимаю чтобы чтобы менеджер занимался трэблшутингом чего проблем каких-то может быть я не знаю если если это софтвор то я просто в ужасе ну не суть я я хочу сказать что надо спросить себя вот я нахожусь на дороге от меня две дороги три дороги пять дорог значит и я спрашиваю себя какая из этих дорог ведет меня к самореализации кто я чё я вообще хочу по жизни и мы на самом деле видим что он был счастлив первый год работы он был счастлив когда его нагрузили как совраску понимаете когда он каждый день что-то новенькое учил он был счастлив ему 23 24 года конечно это же есть часть в 30 лет ему другое счастье может быть надо будет я не знаю там какое но но сейчас-то поэтому значит измеряйте свой успех или скажем так измеряйте свое нахождение на правильном пути тем что вы нагружены под завязку не пытайтесь скинуть себя нагрузку не пытайтесь этого делать по максимуму грузите себя по максимуму бывает что человека на работе не догрузили по максимуму он он догружается сам я не знаю научиться там пойдет там на степень мастера получать или там я не знаю что у каждого свои какие дела может быть он в каком-то опен-сорс проекте участие будет принимать не знаю но надо быть нагруженным по максимуму и это единственно правильный путь как только вы начинаете себя сбрасывать тут сбрасывать там это все равно что вот в рецепт недовложение делать в принципе можно конечно будет выпить этот компот если в него там персиков вообще не положить или того абрикосам в принципе даже если чернослив не положить тоже будет компоты тоже какие-то люди выпьют понимаете но так но но есть рецептура и рецептура говорит грузи по максимуму что был хороший качественный продукт в данном случае вот андрей его будущее его карьера его самое самочувствие даже не только сколько он денег там получит и бенефитов это же на самом деле его самочувствие в первую очередь если его гложет внутри это значит что не дай бог там я я надеюсь что все это разрулится но в принципе если человек не андрей какой-то человек если он внутри глубинно имеет проблему он не удовлетворен чем это кончится все болячками в любом возрасте может быть я когда страхованием занимался я бы я был просто потрясен какие проблемы со здоровьем могут быть у людей там в 28 лет боже у меня просто глаза округлялись когда мы начинали там вот я медицинским страхованием тоже занимался немножко я просто офигевал что ж такое может быть в 28 лет у человека почему вот потому что вот этот стресс не тот стресс что его работой нагрузили а тот стресс что у него внутренняя неудовлетворенность что он не свою жизнь живет понимаете поэтому поставьте во главу угла главное а главное состоит в том чтобы быть нагруженным раз чтобы расти профессионально два вот и чувствовать себя счастливым три можно сказать я не вижу перспективу ну ну бывает я например честно вот я сам такой что меня никогда не интересовало вот этот перспектива уже 24 25 лет я тащился от того что делал схемы ну я занимался цифровой электроникой аппаратура связи цифровая я разрабатывал схемы вы себе представить не можете сейчас такого даже вот кому рассказать не поверят но там микросхемы там 155 серии если кто там ориентируется страшно делать ну вот мы на этом тогда работали мне было пофигу там менеджер я или там такой или сякой конечно мне хотелось там очередную должность получить потому что мне ее задержали потому что у них не было там чего-то мне хотелось какой-то пирожочек такой но не потому что мне там эта десятка была как-то важна там или что так чисто вот для настроения так вот к чему я говорю мне никогда не хотелось быть начальником и никогда не хотелось там вот чего-то такого видеть какую-то картину что со мной будет через пять лет через через десять а просто вот по-американски там каждый день там получаю удовольствие от жизни и все ну конечно мы учимся в институте там занимало пять лет я потом еще один закончил там четыре года занял параллельно с работой там в аспирантуре учился ну то есть конечно мы скакиваем на какие-то такие долгосрочные рельсы где мы берем на себя обязательства там так далее дело не в том как это происходит в американской компании хотя в американских компаниях по-разному это происходит есть такие более формальные есть менее формальные организации но чем чем больше конторы и чем она структурирований тем больше там прописаны все вот эти вот процессы есть такая страховка я с этой стороны зайду называется employer liability employer liability insurance так вот за что можно судить ну помимо харассмента что допустим там девушка жалуется что ее щипают администрация там внимания не обращает помимо этого есть например такая статья как непродвижение понимаете вот человек работает вокруг него все растут а он нет он за это может судить компанию за то что его значит там не давали ему промоушн даже за это можно судить есть статья и страховка будет там оплачивать иск расходы по иску со стороны компании их расходы будет оплачивать такой иншуранс есть страховка поэтому конечно там есть определенный порядок вот сколько лет проработал я помню много-много лет назад когда только школа у нас начиналась и женщина работала в гараже ну в смысле школа находилась в гараже женщина получила первую работу в компании Adobe это был 90 ну что-нибудь там пятый год и вот или там 4 5 95 году она получает работу в компании Adobe ей кладут там зарплату типа там 65 тысяч там 273 доллара ну и значит что по тем временам было очень много но на 80 как много это было причем это первая работа не то чтобы там ну и сразу бабах значит и я говорю а почему так получилось много вот там не было там негашейшин какой-то там да вот как как произошло она говорит ты понимаешь у них в отделе кадров табличка есть и в этой табличке значит в зависимости от образования а у нее было образование ну какого было и сколько лет у тебя там опыта в целом там в индустрии не конкретно в тестировании а в целом и вот и они этот опыт там как-то и пересчитали и по табличке получилось что вот столько денег и все вот такой был случай поэтому большая компания там структурирована там по табличке ну да конечно вот но я бы вот чего сказал молодому человеку что в 24 года продвижение состоит не в том что ты был одним менеджером потом стал другим менеджером я даже думаю что вас немножко обманули вот эта менеджерская часть вашей позиции может быть вы не были сильным менеджером допустим в американском смысле этого я не знаю я не знаю что может менеджером чего может быть там человек через год после института честно ну вот как то есть люди которые уже 10 лет после университета и 15 и 20 там и они тоже менеджеры и так далее вы почувствовали себя профессионалом через год это плохое чувство гоните его от себя нафиг гоните потому что через 10 лет вы будете ржать над тем что вам через год казалось что вы же там целые профессионалы это не серьезно все вот поэтому не ждите пряников от корпорации в которой вы работаете корпорации на вас начхать и на менеджера вашего который то ли менеджер то ли не менеджер начхать каждый человек корпорации это винтик весь смысл корпорации в том чтобы человек который там работает не был больше чем винтик корпорация не может зависеть от одного человека или даже от какого-то отдела там группы людей знаете корпорация должна быть устойчива в этом смысле вы конечно можете попытаться через голову своего менеджера там обратиться и там попросить какой-то обойт ну скажем так в америке что бы я сделал если бы я здесь в такой ситуации находился я бы написал имейл начальнику который над твоим начальником и сказал бы там дорогой джон могу ли я попросить там 15 минут значит твоего времени чтобы задать тебе значит там вопрос который меня беспокоит касательно моих перспектив в компании например или там направление моего развития он он удивиться может быть немножко ну а может и не удивиться и скажет ну конечно давай поговорим а чё же молодой парень интересуется серьезными вещами давай поговорим вы можете с ним поговорить вы можете сказать я хочу поехать там в офис там перевестись в Калифорнии но дальше начинается а что у тебя за квалификация а что ты делаешь вы можете абсолютно искренне поговорить с этим человеком послушай я первый год на крыльях летал понимаешь я был такой счастливый я так много работал сейчас я меньше работаю и я не такой счастливый и я не вижу куда я двигаюсь значит я думаю может быть вот ну опять не факт что в американском офисе у вас будет более интересная работа честно я не знаю то есть американскость так сказать офиса не является решением вот этой проблемы дальнейшего развития но поговорите с ним вы можете сказать я думаю может быть в Америке поработать хотя бы я так сказать приобрету какой-то международный опыт там или что-то можете в качестве каких-то там решений но можно безусловно с ним поговорить но если вопрос не решается в этой самой корпорации не решается наплюйте на бенефиты и ищите другую вот вот и все может быть у них если головной офис в Калифорнии может быть у них есть другой офис в Сингапуре может быть у них есть офис я не знаю на Тайване может быть в Аргентине тоже неплохо абсолютно совсем даже неплохо то есть посмотрите поглядите поговорите и тот менеджер который ваш менеджер но которого толком нету ему тоже можно такой имейл написать ему тоже можно сказать там пожалуйста выдели 15 минут своего бесценного времени потому что вот есть вопрос который меня интересует по поводу перспектив я думаю что он тоже с удовольствием поговорит может быть правильнее было бы с него начать вообще через голову ходить нехорошо потому что первое что подумает менеджер над вами над ним скажет а почему этот парень не обратился к ниже стоящего менеджера промежуточному это тоже такой вопрос но вы можете написать более тонко вы можете написать там Вася вот я бы очень хотел поговорить о своих перспективах и я не знаю правильно ли как правильно сделать значит или попросить у тебя 15 минут твоего времени или может быть ты меня там отправишь к менеджеру выше там вот как как ты считаешь правильно сделать вот и ну я думаю что он скажет давай со мной поговорим потому что ему будет боязно если вы пойдете неизвестно с чем к менеджеру выше ну начните с этого начните с этого ну в общем то вот я как бы маячок такой вам поставил и не думайте о том что компания корпорация вам чего-то даст то если вы попадете в правильное место и там вот значит они вам будут что-то такое выдавать по какому-то графику по расписанию там и так далее это может случиться но это не цель никакая ничего хорошего в этой цели нет понимаете для того чтобы получать больше надо отдавать больше нужно чтобы квалификация ваша росла понимаете чем больше ты отдаешь тем больше тебе положено и это как бы непреложный закон вот как там допустим гравитация понимаете ничего сделать нельзя вот есть гравитация и все вот то же самое здесь тебе положено больше ты не обязательно отовариваешь там свои эти талончики карточки там мгновенно но тебе их выдают чем больше квалификации чем больше тебе вот этих вот карточек которые можно отоварить вот собственно и все так что я прибыл на работу и желаю Андрею чтобы у него все получилось я хочу сказать что я как-то внутренне радуюсь за него потому что ему 24 года он уже чего-то в жизни добился его интересуют вопросы такие как соответствие как бы внутреннего состояния и каких-то внешних форматов в которых он живет и так далее это вещи которыми многие люди в 60 не интересуются понимаете а он в 24 начал об этом думать и я думаю что у него невероятный потенциал значит единственное что вот что я хочу сказать что вот взросление должно произойти и как элемент взросления вы должны в большей степени полагаться на самого себя в том чтобы состояться нежели рассчитывать на корпорацию вот ну я это вижу часто у молодежи и в нашей семье тоже это было и так далее мы все это проходили понимаете когда ты хочешь работать в таком месте где все надежно где все схвачено где вот конторы обеспечить там и так далее а есть стартапы есть люди которые уходят с серьезных должностей серьезных денег уходят из больших корпораций в стартапы потому что им уже обрыдла вот эта структура понимаете и когда ты талантлив и когда ты я не знаю там рвешься в бой и так далее эта структура не дает тебе развиваться когда все расписано понимаете вот по срокам там по месяцам и так далее ты перестаешь быть самим собой уже нет смысла рваться никуда просто тебе положено ты получишь тебе положено ты получишь жить то как в таком понимаете поэтому не стремитесь к этому я как бы сказать как человек который видел это и в той форме и в этой и работал в больших конторах я работал в Борлэнде я работал в Лотусе Светлана моя работала в Майкрософте сколько-то лет я работала в Информиксе это большая была компания мы работали семейно в очень больших как бы в софтверном мире корпорациях понимаете глобальных там каких хочешь но но что я вам хочу сказать что самое счастливое время когда ты работаешь в неформальных обстоятельствах когда люди это люди когда он не просто начальник при должности а ты под ним или ты слева или справа или над ним при должности понимаете это это поганое время вот в моей жизни это время поганое понимаете вы хотите быть человеком вы хотите чтоб люди вокруг были вокруг вас были людьми а не функциональными какими-то там обязанностями и вот вот я бы так сказал ну еще раз все люди разные там у одного одни приоритеты у другого другие но я в общем-то за Андрея в целом рад потому что абсолютно как бы нет сомнений что у него все хорошо получится поэтому в общем пожелаем ему успехов и пусть нос не вешает и как бы делает то что может делать вот делай по максимуму того чего можешь и все вот такой рецепт счастливо и все и все